Неожиданный результат уличных протестов в Молдавии. Сегодня бывший глава правительства, за поимку которого прямо на митинге пообещали новую машину, задержан по крайней мере на трое суток. Дома и в кабинете у него идут обыски, стало известно час назад. Пока непонятно кому достанется награда за Влада Филата, лишенного депутатской неприкосновенности после громких коррупционных историй. С подробностями Григорий Емельянов. Тысячи протестующих подходили к зданию парламента двумя колоннами. Драма, разворачивающаяся с конца сентября, приближается к кульминации. Оппозиция, а это социалисты и левоцентристская наша партия, не собираются сдаваться, пока в отставку не отправится руководство страны. Спикер, премьер и президент. Постараемся не выпускать их из парламента, пока они не падут в отставку. Постараемся. Это воля народа, молдавского народа. Мы хотим, чтобы кончилось это безобразие, которое творится в стране. Мы хотим, чтобы все воры ушли с своих постов и правили страной нормальные, порядочные люди. Чтобы избавиться от бандитов. Чтобы народ жил хорошо. Главный раздражитель, даже не нынешний, а бывший премьер Влад Филат. В 2013-м отправленный в отставку за коррупцию, но год спустя вошедший в правящий парламентский альянс, уже как лидер либерал демократической партии Молдавии ЛДПМ. Для оппозиции этот прозападный политик, олигарх и воплощение коррупции. Появляется информация, что он попытается бежать из страны. Толпа у парламента возмущается. Ни одну машину не выпускают из ворот без проверки. Один из лидеров оппозиции, Рената Усатый, тут же озвучивает предложение. Повторяю объявление для работников полиции. Тот, кто задержит Филата, получит приз «Новый Мерседес». Причем завтра. Будьте внимательны. Ваш Мерседес в ваших руках, уважаемые полицейские. Только не надо пускать полковников на задержание. Я надеюсь, что все-таки какой-то сержант будет. Филата обвиняют в махинациях и вымогательстве, взяточничестве и выводе бюджетных денег в офшоры. В парламент в прошлом году оскандалившийся экс-премьер попал с помощью американских политтехнологов при поддержке главного калибра, помощника госсекретаря Нуланд и сенатора Маккейна. Технические вопросы решали консалтинговые фирмы из США, в том числе Fiana Strategies, также работавшая с командой Саакашвили. Это письмо — формальное соглашение, по которому Fiana Strategies будет оказывать услуги либерал-демократической партии Молдавии в качестве консультанта в США по связям с правительством. Услуги будут включать поддержку визитов ЛДПМ в США, помощь в установлении партнерства с различными представителями в США, включая администрацию членов Конгресса, СМИ и так далее. За четырехмесячный срок действия соглашения до 31 декабря 2014 года ЛДПМ должна выплатить Fiana Strategies 20 тысяч долларов за вычетом налогов в качестве безвозвратного взноса. То, что такие услуги оказывались в рамках избирательной кампании, интересно само по себе. Платеж был, понятно, не единственным, но главное — платили американцам из госбюджета, старательно запутывая следы. Цепочка из четырех фирм-посредников переводила деньги из сберегательного банка страны на счета компании «Филата», а оттуда — на счета американских консалтинговых фирм. Я уже несколько раз выходил с заявлениями. Я показывал доказательства того, что этот человек украденными в молдавской банковской системе деньгами рассчитывался с американской компанией «Гримберг», с госпожой Молли Макью, за организационную встречу с Викторией Нуландом и так далее. Они молчали. Когда расследования все-таки начали, выяснилось, что в бюджете пробита брешь в 250 миллионов долларов. А социалисты утверждают, что ущерб гораздо больше — целый миллиард. Верните! Миллиарды! Правящий альянс разрушает будущее Молдавии. Это криминальный альянс. Все шесть лет их власти — сплошное беззаконие и усурпация. Вы пришли к власти путем переворота, а сохранили ее путем фальсификации выборов и устранения оппозиции. Даже иностранные партнеры говорят, что у нас захваченное государство. Генеральная прокуратура Молдавии потребовала снять с Филата депутатскую неприкосновенность. Прокурора поддержала и парламентская комиссия. Восемь проголосовали за снятие иммунитета Филата. Три против. Ура, товарищи! В итоге за снятие неприкосновенности высказалось большинство депутатов. Филат все же покинул здание парламента, но в сопровождении оперативников и в сторону Национального антикоррупционного центра. Экс-премьер задержан на 72 часа. Он объявил, что будет доказывать свою невиновность. Прокуратура же требует ареста. А оппозиция продолжит борьбу за полное переформатирование власти и перевыборы в парламент. Тем более, что действующий премьер уже отказался добровольно уходить в отставку. Многотысячный митинг в центре Кишинева продолжается. Григорий Емельянов, Сергей Валетов, Первый канал.